И всем привет ребят, с вами в стороне сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня мы вместе с вами продолжаем тестировать новые устройства из киберспортивного танка Фонда. Сегодня мы будем играть на новом устройстве на Скорпион, это урановые снаряды, это те снаряды которые дают нам возможность неплохо рикошетить от стен, посмотрим насколько эффективно это устройство, посмотрим насколько оно актуально в матчмейкинге. Ну а если вам нравятся обзоры подобного рода, если вам нравятся обзоры на вооружение с киберспортивного танка Фонда, то обязательно поддержите данное видео с лайком, ну и конечно же не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Сегодня давайте мы сыграем не на Викинге, а сыграем на Крусейдере, сделаем небольшое разнообразие в виде корпусов и давайте сыграем на таком дроне как Гиперион. Будет интересно посмотреть как все это дело будет работать, ну и может быть полбоя сыграем на Гиперионе, полбоя сыграем на Кризисе, дабы посмотреть на максимальную прибыль этого замечательного устройства. Также оденем конечно же иммунитет на Крусейдер, который у меня был не одет, ну и отправляемся в бой, посмотрим что нам вообще предложит матчмейкинг, посмотрим как себя покажет это устройство. Я напоминаю, что это устройство рикошетит от стен и имеет максимальный угол 5 градусов плюс дополнительно 3 рикошета от стен, да, то есть на 3 рикошетах заканчивается возможность отбития от стенки выстрела. То есть в теории есть отличный шанс разыгровать очки, только если у нас будет не штурм за деф, потому что штурм за деф, но я не знаю что я буду делать там, чтобы реализовать и показывать это вооружение. Все-таки хотелось бы увидеть какой-нибудь дефолтненький режимчик и не какой-то штурм за деф на еще и Чернобыле. Закидывает на дюсик, вот на дюсике кстати рикошет от стен может точно работать, плюс еще закидывает в катку, в которой мы уже проигрываем. Попробуем сразу же пострелять по каким-то стеночкам, ну и попробуем посмотреть что-то вообще от этих стен будет залетать, опачки, дабл рикошет залетает от стены, неплохо, есть какой-то контактичек, есть какой-то интересик, неплохо. Так, ну вот например даже я не вижу противника, но по 1200 туда залетает, неплохо, хорошо, есть тут у нас и вулканы, которые, опачки, это что такое, это как я так дал. Короче, можно даже не видеть противника, просто накидывать выстрелы по стенкам и в моменте может неплохая такая тычка залетать. Ну интересно, интересно, если вот так дать, опачки, еще что-то залетело, а если еще разочек так дать, оп, нулевой урончик какой-то залетел, так, сосуличку выпускаем сюда, ну и дополнительно полторушка от стены залетела. Блин, ну интересно, интересно, я так понимаю, что там еще есть возможность сразу по нескольким танкам нанести этот урон, либо же это от одного выстрела, либо этот выстрел продолжает свое действие. Ну скорее всего это от одного и это со спеш-уроном, да, я так понимаю, скорее всего оно так работает. Обычный выстрел дефолтный, подвес половой, в принципе даже любой ваш промах может стать актуальным с наносом урона по противнику. Ну, понятное дело, что если вы видите противника, то можно от стенки не откидывать, а вот если вы так за ограждение заезжаете, то накидочку можно неплохую оформить. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, давайте до пяти минут сыграем на гиперионе, потом переоденемся на как раз-таки кризисы, чтобы посмотреть вообще какие цифры будут здесь вылетать с этим устройством по противнику. Попытаемся оттянуть флажочек, но, к сожалению, меня здесь сливают. Ну, по первым минутам я скажу, что выглядит интересно устройство, необычно, да, и в теории его можно реализовывать вот на таких подобных картах за счет рикошета от стен, да. На дистанции, насколько это будет актуально, ну скорее всего не супер актуально, да, то есть это больше устройство для не нагиба, а для фана, но хотя с точки зрения нагиба, я думаю, что его тоже можно реализовать, может быть не так часто и не так эффективно это все дело будет работать, но в теории, если у вас, например, нету каких-то дефолтных устройств на Скорпион, да, и вы до этого не участвовали в предыдущих, например, киберспортивных танковых фондов, да, то у вас, например, нету роя, то в теории это устройство можно неплохо реализовать и хотя бы с фанчиком что-то покидать по противничку. Но не забываем, как я уже сказал, это пока что еще, ой сосулечку, зря я здесь запускал, это все еще пока что без кризиса, сейчас посмотрим, как это все дело начнет работать на кризисе, может быть на кризисе будет куда более интересная эффективность. И возьмем еще кризисы, я думаю, с викингом, попробуем прожать овердрайв и пострелять по стенам, да, посмотреть вообще, как от стен Скорпион будет залетать и насколько это будет эффективно. Я немножечко иногда забываю то, что можно все время ехать и кидать в стены, может быть там какой-нибудь халявный урон залетит, даже если я не вижу противника, потому что, ну, в моменте это может сработать, это могут быть ваши дополнительные очки, как это было, например, с прорезиненными снарядами, когда они только-только вышли, я тоже говорил о том, что это устройство можно очень круто и эффективно использовать. Если вы, например, не видите противника, то вы просто кидаете урон по стенкам и стараетесь от них уже получить дополнительные какие-то очки. Но на постоянной основе, понятное дело, что это работать не будет, где-то надо просто и обычными выстрелами тоже кидать. Ну и еще надо посмотреть, что у нас со сводкой, потому что я еще ни разу не сводился. Надо посмотреть, какая тут сводка. А, сводка тут дефолтная, я понял. Дефолтная, обычная сводка, без никаких новшеств. Так, остается у нас 5 минут. Давайте переоденемся. Давайте возьмем Кризиса, давайте возьмем Викинга. Ну и давайте попробуем, даже, наверное, со своими овердрайвами, с поражатиями, пробуем что-то просто покидать, да. Просто посмотреть, что будет лететь. Ой-ой-ой, как же Викинг сильно поменялся у нас с овердрайвом на Скорпионе, да. Вы видите, насколько долго у него запуск следующего выстрела. Ну и с такими, конечно, выстрелами в моменте особо много ничего не сделаешь, да. Ну, в любом случае, пробуем, смотрим. Возможно, пытаемся что-то интересное здесь реализовать. Так, пробуем накидочку какую-то оформить. Ага, 3200 залетает. Ну, от стенок даже, даже на дюсике, даже на дюсике от стенок иногда вообще ничего не залетает, потому что противника просто на этих стенках нету. Даже на дюсике, да. Казалось бы, на той карте, на которой, ну, одна из немногих, где это устройство прям может быть супер актуальным, да. И то оно не сказал бы, что максимально себя отлично реализует, да. Отлично реализует. Так, у нас остается 3,5 минуты до конца. В теории мы можем попробовать еще какую-нибудь овердрайву разыграть, но, как вы видите, Викинг на Скорпионе на сегодняшний момент времени уже не так актуален. Из-за вот этой вот долгой раскрутки под овердрайвом уже совсем другой результат показывает Викинг на Скорпиончике. Соответственно, это уже не та, не та, абсолютно не та эффективность этого замечательного Скорпиона. Потравится у нас противник еще флаг увести. Вот неплохо, конечно, помочь тиммейтам. Вот такие вот, конечно, выстрелы, если читать примерно, где противник находится, он залетает шикарно, да. Там 3200 может даже зайти, и это, конечно, супер-супер круто. Но другой вопрос в том, как вы могли бы уничтожить противника без этого устройства, да. Вы могли просто подъехать, дать ему выстрел и все, и слить его, правильно. Вам не надо было бы искать никакую стенку, не надо было бы пробовать ничего. Рикошетить его, вы просто поехали бы и его прямо линейно уничтожили. Ну, а здесь вы пытаетесь уже искать какой-то дополнительный рикошет. Да, это круто, когда бонусом ты можешь слить противника, которого ты даже не видишь. Но дистанции, я думаю, что это все равно не устройство прямо жесткого нагиба, да. То есть это не имба. Это точно не имба. Но это устройство такое, на котором можно просто по фанчику покатать, либо покатать на карте, на которой можно как раз-таки покидать урон от стеночек. Так, у нас скоро сейчас будет овердрайв. Попробуем его тоже реализовать. Овердрайв у вражеского викинга. Так, есть овердрайв у нас. Попробуем сейчас откидать от стенки. Под какую стеночку мне кидать урон? Давайте я просто сейчас напрямую вкатываю. Откатываю напрямую. Отлично. Так, ну и теперь просто там, я не знаю, какой-то рикошет еще, которого нету. Просто нету. Да, есть ли возможность здесь накидки от стены. Отлично, 4000. На откате дал. Шикарно, еще добил одного. Ну и пытаемся увозить. А Изида возвращается к нам, к сожалению. Минутка до конца. За пол боя даже больше. 400 очков на Дюссельдорфе. Ну, наверное, такой, больше средний результат. Да, не сказал бы я, что это супер хороший результат. Ну и я бы не сказал, что это прям очень слабо. Что-то среднее у нас получилось. При этом я стараюсь именно реализовать возможности этого устройства. То есть вот мы, смотрите, видим, что там противник стоит под стеночкой. Пробуем его из-под этой стеночки выбить. Крит вылетает. Добавляем еще. Это по резисту у нас, если что, залетает урон. Поэтому цифры не такие большие. Даже через тиммейта залетает. Понял. Даже через тиммейта залетает тычка. То есть, грубо говоря, если вам надо выбить из-под стенки противника, то с этим устройством у вас возможность выбить его точно имеется. Ни одно другое устройство на Скорпионе этой возможностью не будет пользоваться и не будет вообще иметь эту возможность. То есть вы не сможете любым другим устройством сделать подобные вещи. В теории на таких картах это может работать, но на дистанции я думаю, что все равно это большее, как я уже сказал, устройство для развлечения, для фана. Но никак не для супер жесткого нагиба. Поэтому мой вердикт таков. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого замечательного Скорпиона. Обязательно поддерживайте данное видео с лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и конечно же не забывайте нажимать на колокольчик, давние пропускать новые видеоролики. И не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кема личный тег это тег тип P. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Все информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.